в бандитов не верят но мы-то знаем кто победит приветствую друзья с вами вирус что здесь у нас получается да либо мы сидим ждем тут потратить скорее всего придется два хода на подведение армии либо мы можем сейчас сразиться все-таки и заставить его даже если он захватит поселение он на штурм пойдет если в данной ситуации тут будут вышки которые помогут его выщемить и это хорошо и на самом деле я бы вот сделал вылазку когда он пойдет на штурм наверное все таки давайте подождем по давайте подождем мы его либо вынудим напасть потому что потенциал есть сражение тут потенциал хорош на самом неплохой но этот персонаж он не самый боевой он не самый сильный но вот он очень сильно будет мешать очень сильно прям очень-очень сильно настолько сильно что скорее всего стоит не забывать о нем и учитывать его силу так тяжелую победу вот прикиньте тяжелая победа в такой ситуации когда лишь один маленький гарнизон один отряд давайте попробую отдать полномочия сейчас и посмотреть на очередные потери а потери приличные то есть топовые отряды прям сильно пострадали у них нет счетов поэтому не хорошо у нас контракт закончился на том ходу еще до ваша дурная слава растет слава разбойников отлично ужасный обвал благородный человек оплатить помощь то что с деньгами у нас сейчас вообще проблем как там у нас дела царица разбойников немного мы будем на высоте и цели от тренирования научит он с другой стороны чем мы можем максимально сразу правильно это развитие тут уже строить это самое главное развить ну а ты сейчас будешь закидывать пупу 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 ну любу в целом то торопиться уже некуда можно попробовать но такое то дать приказ и продолжить осаду сдаваться они будут только через пять ходов голод у них уже начинается блин а ты на следующий ход и не дотягиваешься оказывается тут прям прям болотится такое что тебе было очень очень сильно неудобно на м очень очень удобно все что могу сказать есть теперь возможность назначить правую руку так а ну-ка давайте посмотрим вот и даешь счастье и персонажа счастье вся фракция гости гости плюс 1 вообще желтый персонаж тут нам бы мог помочь прилично гости плюс один торговое влияние счастье плюс 6 приян фан прикольный советник тоже вот плюс 6 поле обзора на карте область а фракция и общественный порядок вся фракция ну вот ее бы тоже можно назначить и пофигу что у нее муж бывший бывший наш враг это здесь в игре вообще не влияет коррупцией лили неплохой счастье плюс 6 коррупцию уменьшит увеличить количество армий кости 3 поддержка доход от крестьянства счастье есть я вдруг решение постучало двери местный порядок торговые соглашения можно будет он счастье плюс 7 и не за счет предметов гости минус 3 давайте вот ее и за счет сейчас предметов я думаю можно еще 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 счастье поднять что дом я пока осименитель эти подаем и вот уже счастье плюс 7 так что нормас нормас пацаны а приспешники это можно еще одного губернатора посадить м и строительство доход от коммерции джейн стоимость коммерция коррупция плюс 10 соседние вражеские областя почему красным причем написано потому что это вражеские области это для нас бонус это тоже должно быть зеленым изображено это если бы на нашей земле коррупция распространялась это плохо такой вот ситуации не знаю а вот губернаторов приятных то я и не вижу у меня сейчас но стоимость строительства для нас не сильно большой бонус там больше бы что-то на порядок именно за счет навыков то что я могу им еще предметы какие-то дать безусловно могу но нужно ли 51 в какой город мы те можем посадить ладно первых смотрим по порядку где есть проблема шандан 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 ну из-за того что этот грабит проблем вроде бы и нет как таковых и дун можно ее посадить просто чтобы усилить тогда гарнизон да мы сделаем сейчас каким образом так как тебя звать там прося прося как тебя звать шисунь да ну ладно ну захочешь нанимаем туши сунь оставайся в покое я хочу поговорить со своими советниками как неплохо да сгон сунь заняется жена к нам прибежала считай по факту вот недавно еще было нашим врагом а теперь советник его величество родники охотники можно взять в принципе он их учеников даже парочку они как кавалерии если что помогут там зайти со спины артиллерию выключить да владыка отозвать и на следующий вход мы тебя посадим уже губернатором с полным стеком как она того и заслуживает по шпиончиком есть что-то интересное опять что-то улюбил прям проблемы я смотрю него хорошие проблемы ведь ворота травить провизию внедриться войска сдать территорию добиться я мы можем все таки сдать территорию как я в предыдущей серии забыл поговорить нам отдадут столицу и в целом если юань шау после этого поднимет восстание ему хана нам не придется ковырять его город а тут у нас будет регион который ему нужно будет еще штурмовать правильно то есть можно и забрать можно быть и осторожно эти поможем пока торговцам правда пай кай кай таки наверно так и сделаем может быть в этой серии если нет будет еще время у вас что-то написать на этот счет и предложить поиграться тогда и вроде бы смогу эти земли его контролировать да я отрежу ему прям вот сильненько регионы прям в клин вобью клин между этими землями он никуда уже не денется но она стволну сейчас он предал нас он предал наше доверие да он платит нам но он платит нам причем неплохие деньги а ну он торговля кстати с ним потенциально еще горят возможно у меня новый этот путь открылся и 49 это считает что возможно 6 ована вероятность заключить еды у тебя нет может быть за счет миски риса мы договоримся с тобой торговлю ну да миска риса и с ним торговля мы доложили взаимопонимание как раз похоже ему не хватало там где-то четырех единиц риса он досы чё я не могу с тобой обсудить ты вассал что ли да нет у вас вон союз великого предназначения я не в настроении меня наш наша коалиция противостояние разбойником прям очень вдохновляет потребовать дань и опять же миска риса он очень голоден да и оценивает еду сильно ему наше оружие нельзя отдать вот кожаные доспехи героя типа пожалуйста дороговато давай даже вот таким вот образом сделаем это подходит за мешочек виса мы берем нового торгового партнера и дипломатия нам приносит сейчас от него 7000 7000 он так-то в топ 5 самых прибыльных наших договоров ходит конечно же джун на первом месте сейчас матен на втором немножечко опережая юань шау да ну и вот досы солнце почти наравне приятно и денег сразу тьма вдобавок ко всему мы избавимся от угрозы вот с этого аппендицита сторону корей и любу сможет направить свой взор свое орудие на другой фланг например скорее всего его лучше будет перебросить сейчас к south south начал к пока войну не объявила блин 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 я сделал я заговорился и триндить меньше надо эти планы свой наполеоновский строишь хотя предлагаю знаете как сделать сейчас вот эти двое уходят вглубь а вот эти выходят сюда а кто у нас остался вот вы да то есть собственно вы готовитесь на этом фланге встречать копейщики выходят именно вперед чтобы ловить стрелы лбом так стрелы начинаем ловить внимание 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 говорит под хвостом давай приготовились копьеносы перехватывают здесь приготовились действуем на правом фланге разбиваем эту группировку максимально сейчас разбираем ее разбираем разбираем выходим вперед атакуем атакуем атаку атаку бою атаку они тут прорываются смотрите им пофигу что мы сражались тут с ними хотя бы один отряд кавалерии да вот просто банальненько один отряд кавалерии и мы бы куда тут эффективнее справлялись всякой шушеры вот арбалетчиков сейчас можем может быть прижмем а этих скорее всего потеряем ополченцы сильнее он саблями наших ребят с топорами правее входим правее 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 так собака давай 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 загоняем этих овец давай ваше место на к шаре ну да вот лучники спину тут начинают накидывать жестко смотрите неприятель показал спину все эти сбежали хорошо там лучников то что гоним но лучников надо отгонять если лучников не отгонять они расстреляют просто покажите всех наших сейчас бы вот здесь еще кто-нибудь побежал и вообще красота была что вы там машете вышка помогает все равно о ее и он переключился на этот отряд плохо есть арбалетчиков мы сейчас можем не разбить тогда но сейчас в целом от моих каких-то тактических действий тут ничего не зависит но дебафы понакидывали во 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 ломаем 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 и ломаем их полностью давай 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 шикарно слушайте войны вражеские солдаты удирают цепанули цепанули их цепанули их он арбалетчики все-таки бегут неплохо додавливаем я бы сказал еще этим молодцом все преследуй на самом деле этих стрелков щемить уже смысла нет у них боеприпасов нет то есть без боеприпасов они вообще не представляют угрозу для меня ну и вышки смотрите вышки и очень сильно помогли давай давай преследую арбалетчиков надо додушить чтобы они не вернулись бой смотрите неприятель показал спину атакуем атаку окружаем этот окружаем теперь этот отряд додавливаем мечников ты дави-дави-дави-дави вперед тут вернулись некоторые отряды но мы переключаемся вот сюда чимим-чимим-чимим-чимим баланс у нас еще не верит то есть он по-прежнему больше наверное отдает шансов на победу этому гаду правильно блин они до последнего прикиньте они до последнего тут бились вообще герои чем ищем 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 и берцов так ладно так погнали лучников этих сопровождаем и теперь возвращаемся сопровождаем их на выход а эти урвались урвались скажем так оторвались ноут не показал спину вот тут все таки сейчас преследуем хорошо хорошо все таки сломали здесь и баланс начинает меня верить но все не сопроводили блиновых да они как львы дрались этот отряд уничтожен но они 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 победят не я говорил что здесь шансы есть но все таки если спросили бы в процентном соотношении сколько у кого шансы выиграть да я бы наверное больше отдал противнику все стоим здесь его от обстреливают вышки где-то здесь полководца как раз все вышки могут вот сюда работать по нему его шутнуть какая красота хорошее сражение ну трое царстве реально под вышками сражаться это профитная такая тема даже несмотря на то что сейчас там тем же вышкам нельзя сказать куда там конкретнее лучше и порой до чтобы полководца имена не контрили раньше это прямо была мы там это отдаешь приказ и вышки полководца просто минусуют что бойцы такие вот обычные отряды героев не могли истреблять а сейчас он ровно мы вышли победителем те кто противятся гармонии будут уничтожено правда не так много отрядов ну а с другой стороны это неважно они покоцаны пусть если еще одну атаку проведут они выигрывают на что этот полководец фулл хп будет персонаж попал в плен ну и лучше казнить такова воля народа он может не заменить дружи припасы они достаточно страны останется одна дружина которая тут уже точно ничего не сделает и чтобы хоть как-то не он подтягивает еще он полководцем обсудим торговлю контракт наемника а против кого против мотена да не откажет это возмутительно возмущайся твое право о делает вылазку спасибо но сейчас можно передать полномочия потому что все равно по своим территориям потом возвращаться а то у нас и так за бандитов вот прохождение затягивается с то что слишком много штурмов посад приходится разыгрывать за порядок которую не представляют особого интереса даже коварный замысел бонус к натиску для всех отрядов нифига себе минус 100 заслуженное повышение качество полученные понимания и пыл развитие персонажей никто к нам не пришел из интересных сожалению не другие не другие и все вражеская осада завершена генерал не сдающий ни пяти земли победить в оборонительном сражении за поселение о это первое прикиньте это первое сражение в обороне у меня за поселение это спустя столько бит но в этот стек кстати верят наличие щитов большое количество залог по не искать чтобы слишком много давайте воспользуемся им давай давай зачем мне ухудшать что думал здесь первый уровень построил стоп придержи свой лживый язык но еще кто-то мне подсказывает у тебя еды нет то есть в теории сейчас у него уже начнут запасы таять и вскоре может откинуть сам копытцем если канину не пустит на колбасу не вот тут есть еще и тут поселение с едой но города слишком крупным очень вообще 10 уровень искусственный интеллект может и города просто понижать в уровне начать их рушить этим все будет но жаль жаль все-таки на самом деле диаучань не захотела ко мне переходить то есть она даже не прокачано уже из ракет но не хочет не хочет переходить к мужу там то конечно чуть другая пара официально но все мы все знаем да и мы тут все понятно понимаем как говорится кто такая диаучань для любви управляющий хеней качайся ты добыча на территории врага горящие снаряды дальность доступна армии запас область под управлением доход от коммерции можно вот доход от коммерции пищу не прибавилось там может пару сотни которые на статистике сейчас мои не сильно отобразились давайте уже здание администрации наверно попробовать строить влияние еще поднимать на этом мы тут уже можем от дурной славы надо конечно грабить лучше себя чувствовать принимает бой отчаявшиеся их трупы послужат предупреждение не всегда нужны хорошие солдаты но на свою территорию ты зайти не сможешь сюда ужин доспех аристократа о подожди вылазки то ты победил еще с неплохими силами отступили внутрь ша ушу из один разграбить и оккупировать добыча поддержка фракции минус 10 уровень поселения понизится а где где наша уникальная что росла механика где этот ресурс уровень поселения понизится добыча увеличится но это нафиг на поддержка доход когда просто купить прекрасные мы возьмем сунду тоже прощай не другие о гаушу дайте шум дайте шизм и быстро полагает нами тут гаушу не да не можно здание администрации так но передавать поселение не хочу рать это а это дал нам право проходом принципе можно пойти утихами лить эту армию но так есть и посмотреть что они сделают всегда 4 сделаешь 4 но вот тут могут сделать конечно карнизон еще не восстановил потери возвращаемся в обычный режим давайте вот так отойдем и посмотрим как они уже будут плясать но чё гаушун омон и в ребаде dance как говорят в китае да вот он служил гунцинду нам послужишь фанчоу 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 раны у него нет а ну губернатора посадь я сейчас собирался не то что он там за коррупцию посадить тоже можно было бы да да она присуне вот это вот мы ее готовили к этому назначению вот хороший полководец к нам прибыл в целом как раз бы вот разбавить армию на фланге с сау-цау он бы вот тут очень хорошо зашел хотя ну-ка подожди натянув тетиву задержи дыхание мне сейчас любопытно узнать у тебя у тебя бомжи армия вообще бомжик и она быстрая пехота тигров может и что-то еще и себя представляет ну да и не профильные валерия гунциндзя не может быть и и дал бы ему уникальную кавалерия гуцинду точеный мутаст кому-то еще служила ну-ка прошли ведь этом три фракции было по сложному списку у тебя было три фракции предыдущие сюзерины любу ну вот он с любу был до причем дважды уходил потом возвращался солнце вообще на один ход у джуна годик потусовался гунцинду дольше всех тихий уголок все нашел что ли особых отрядов пунская конница а будет ли у тебя это пунская конница или нет пунские всадники аристокаты а давай вот так вот проверим сейчас нанять армию гаушунь наше завоевание несет мир пунская конница но есть два отряда люди рекой стекаются в этом но они уже задействованы они уже задействованы они уже забронированы там хорошая кавалерия в этом отряде сидит очень хорошая кавалерия а что я слить все-таки лужань просто вот это вот кавалерий даже ему не профильная будет конечно мы устанавливаем зайдет она стратег неплохой она огненные снаряды может подогнать нее уже есть и безжалостность и давид и стрелы на стрелков очень хорошо а то есть и вы просто заменить дружину бы поменять я не смогу джаганадху тебе нанять а там хунских так что это себе за счет джаганадхи обеспечила рабочее место он сады коварно улыбается а вот тебя похоже надо будет слить к в каком-нибудь простеньком бою отправить и что нас тут такой такой боец пропадает такой боец будет простаивать ну несерьезный несерьезный надо надо как-то отнестись к этому ответственней есть еще стратег уникальную опять же там джаганадха и она себе обеспечила местечко но можно ее слить можно сюда завести двоих уникальных просто просто этих стратегов отправить на убой они возможно получат ранение не сразу но если склеют ласты я слушаю вас владыка мы же это сделаем ай как хорошо надо будет только запомнить имена потому что внешне то и они не отличаются эту посажу вот сюда блин красного перса будет очень обидно командовать джаганадхой а уже уникальных так-то подставлять не захочется точно медь не особо хочется подставлять но механика такая неприятненько так все-таки нападаешь да здесь решила еще раз но шанс то есть спору нет потому что у меня очень по коцам гарнизон остался по пехоте у них тоже сейчас плохо у пехоте у них сейчас прям даже 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 как-то печально но я что предлагаю конкретно сейчас сейчас мы поступим чуть иначе копейщики будут на этом фланге можем еще полководцем а все вот эти пацаны выйдут через боковое отверстие она нам надо полейте ставить валерий у него нет тоже маслица и сработает нормально можно было бы и перед пасе какой смысл внутри поселений здесь сайта куча к ситуации сейчас верят в нас еще меньше блин масло загорелась они вышки жгут они жгут вышки а вот это плохо и я тогда я проиграл они спалят час все вышки без вышек мы тут ничего не сделаем внимания да а а здесь еще теперь приходится масло ждать да все нормально прогорело масло приказа сюда бегом масло прогорело вперед внимание копьеносцы а юный эту вышку решил сжечь смотрите все таки сейчас решение было фиговым не выходить сразу но выиграть мы все еще можем на и на пусть он атакуйте вражеские солдаты удирают мне девчонки мне не гарантируют победу сейчас вперед сюда еще вы тут так долго бегаете время пришло время пришло время уничтожать неприятель показал спину так эти бегут предлагаю чуть-чуть смещаться под выше уничтожен они прям как тигры бьются тут эти вот этих могут сейчас разбить наших возвращайтесь уходим под вышки уходим под вышки их осталось всего две надеюсь эти смогут блин они вернулись 1 гляньте он не хочет уходить под вышки смотрите неприятель показал спину шикарно давим давим все равно давим лучников пока неплохо троих потеряли только уходим под вышки уходим у нас даже сейчас автовой верить уходим 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 копейщики вперед да уходим вам сказал смотрите неприятель показал спину чем ближе вы к вышкам тем больше он будет попадать ладно ее можете копейщики суда остальные просто ждем успех ждет нас даже то что вы главнокомандующие поменяли от вас не спасет смотрите неприятель пока как говорится когда баран командует стадом львов потому у них правильно это хуже чем когда лев командует стадом а когда баран командует баранами это вне конкуренции это вне конкуренции система с каждой победы и страна близится к стабильности во имя высшей цели герцог ствовой но он стягивает вон армии возможно это порадует контракт наемников против солнце да не хочу но сейчас он будет так контрактами доставать нас вы интересно ты идешь уничтожать а он лаян может взять у него столица может появиться если он с ним все таки тут решил убили территорию ваш гонец падает на колени протягиваем сообщение владыка мы стали жертвой вражеских интриг несчастью не удалось установить кто стоит до объявляет войну досы восстание неминуемо готовность и отношения прекращены друзья получим предмет ломать и товарный замысел на вот такой вот расклад у нас получается что за гнусную лунда он воюет против империи хань и против целу целом у нас условно сейчас ним общий враг о о еще и на ускорение шурует прикиньте если он даже отступить не сможет то есть он даже отступить по идее не сможет но там подходят армии там прям активно но сейчас я предлагаю любом случае на ускорение уже мы долго будем тут идти по суше дольше поэтому на воду спускаемся и доходим до сюда тут уже начинаем разделять добычу идти по суше примерно такой расклад так а есть область под управлением чтобы на рост вообще промышленности я не знаю есть я там промышленность нет не помню ну выделю предмет и будет пусть будет здесь пока еще не дошли нам замедлили очень сильно армию нам сделали подляночку и в итоге ну есть в наших рядах похоже шпион да а кто может быть шпионом в наших рядах сейчас на самом деле то в моих рядах может быть шпионом условно из вот этих мы точно знаем что никто не может быть шпионом правильно не помню кого мы еще брали новичков а вот и я брал с расчетом что он может быть шпион но по моему эту фракцию мы уже загасили вот этот вот может пансию условия его не помню мы его может быть после боя взяли просто так правильно хотя раз армию останавливает значит это один из полководцев то есть в теории это кто-то из полководцев правильно я понимаю насколько я помню именно так ну может быть он заня уничтожен то есть но она точно нет хотя ей уже подписан приговор она точно нет правильно по идее если напасть на армию это питатель уже в рядах армии жан-ян вряд ли и к нам только пришла сама и у гунсун заня на гунсун заня уже уничтожен шпион остается просто слушать и шпионом не должно быть больше хотя может быть и было недовольство у кого-то какое-то и он продался ну она нет она точно ей можно доверять ну вот этой как я говорил тоже можно она готова стать шпионом ванши как-то ни га ваш мог переманить но у нас есть крыса крыса у нас есть одна из тех кто полководцами в лес может быть она может быть она но самый низкий и в целом ванши пока показывает статус да то есть там его переманить могли когда вдруг довольство упала низко он ванши пока самая такая потенциальная крыса можно ну ладно друзья мои пока шпионок при этом не выдернули за но скорее всего он там есть скорее всего он там есть но раз не выдернули шпиона наверное перекупил все таки не цау-цау но на него бы я все же думал как бы коварно ему положено на этой ноте на сегодня все до скорой встречи друзья мои с вами был верус и пишите в комментариях что касается того же юань шау и нашего шпиона давайте этот детектив раскроем вместе до скорой встречи всем добра